Привет бойцы! С вами проект Муай Тай Си Кей и Орченко Виталий. Сейчас ты увидишь спарринги между бойцом Муай Тай и бойцами ММА, но в начале небольшая предыстория. Техника удара, онлайн курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падок, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Каждый день под моими видео на ютубе публикуются сотни комментариев. Говорю вам честно, я их не читаю, у меня нет на это времени. Я просматриваю первый десяток комментов под каждым новым видео. Но все равно мне на глаза попадаются вопросы по поводу моих боев и достижений, с акцентом на то, что если я смеюсь над бесконтактниками и великими мастерами кунг-фу, которые умеют соединяться с вселенским водопадом астральной энергии через познание черного дракона в созерцании тигрового мотылька, то должен сам хоть что-то показать. Те, кто смотрят меня давно, знают, что я давно тренирую ребят и воспитал чемпионов страны и международных соревнований. Сам я давно не участвую в соревновательных мясорубках, ну как давно, относительно. В общем, по просьбе моих уважаемых подписчиков, я нашел свой спарринг с бойцами ММА, а дело было так. Сразу хочу извиниться за качество съемки, оператор попался криворучка от бога и не мог повернуть телефон горизонтально. Но, надеюсь, это не сильно испортит картину. Пару лет назад я, как ветеран спорта, испытал большое желание снова зайти на канвас ринга и побоксировать по К1 на первенстве страны. Желание было отчаянное и ничем не обоснованное, но бывшие спортсмены меня поймут. Когда иногда хочется вернуться в ринг, хоть умом и понимают, что не будучи великой звездой в молодости, сейчас тем более против молодых бойцов ловить нечего. Но дуболобость бойца и отбитость головы все равно решили, что мало я полуна получался в жизни и нужно еще что-то себе покалечить. Я начал заниматься каждый день по два раза. В общем, проводить обычные сборы, будучи сам себе тренером. Но самое главное в подготовке к любым соревнованиям – это спарринги. Так как без контактников, мастеров кунг-фу и проповедников старорусских стилей в моем городе нет, поэтому постигать истинную суть вещей и учиться созерцанию внутренних пороков мне пришлось идти к тайцам, кикерам, боксерам и бойцам ММА. Вечером после двухчасовой утренней тренировки я пришел в зал ММА в день спаррингов, предварительно созвонившись с тренерами и узнав, кто будет в зале, чтобы не работать с новичками. Мне пообещали соревновательных пацанов. Ну, в общем, так и получилось. Я работал с мастерами спорта и тренером. Продолжение следует... Продолжение следует... А теперь перейдем непосредственно к спаррингам. Я хотел работать по правилам муай-тай, без партера, мотивируя это тем, что в ММА разрешена вся ударная техника, включая клинч. И ребятам также будет полезно улучшить свои навыки работы в стойке. Но они внесли свои коррективы. По итогу мы работали по правилам лоу-кик, то есть без локтей и колен. В бою было очень много моментов, где мне хотелось всадить колено, особенно в клинче, когда ребята на фоне усталости просто лезли вязаться в боксерской манере. Но и я понимаю, что работая по правилам ММА, меня можно было сто раз перевести в партер и добить. Поэтому в принципе правила усреднились для всех. В данном зале ребята 80% тренировок посвящают борьбе и боксу. Для себя я взял установку на бой работать первым номером. Идти вперед, давать себя бить, принимая удары на глухую защиту, тем самым изматывая противника и работать на контратаках короткими жесткими сериями. Чем мне нравилось ходить по разным залам, так это тем, что это максимально приближенная обстановка к соревнованиям. Перед спаррингом испытываешь мандраж, потому что не знаешь своих соперников и на что они способны. Все в зале на тебя смотрят как на врага, с мыслями, что приперся, сейчас узнаешь настоящее кунг-фу. Соперники с тобой работают жестко, а между собой отдыхают. В принципе у меня получилось все так же. Я планировал работать раунды по 3 минуты с минутой отдыха, как в обычном режиме. А ребята включили раунды по 4 минуты с отдыхом 30 секунд. Кто пробовал работать в таком режиме, поймет, насколько это тяжело. Я работал все 4 раунда подряд, а мои соперники отдыхали раунд перед боем со мной, чтобы выйти против меня свежими. Кроме того, в каждом раунде каждый соперник вносил какие-то коррективы в работу. Только первый раунд мы поработали полноценно, но я, наверное, отбил ноги бойцу, и уже на третий раунд после отдыха он вышел со мной, сказав, что давай просто побоксировам. Без ног. Следующий соперник попросил не бить ногами в голову. В общем, у каждого были какие-то нюансы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Также огромным минусом являлась работа на татами, а не в ринге. Ребята постоянно убегали и двигались по всему залу. Это не давало возможности зажать в канаты и жестко поработать в ближнем бою. То есть у них хорошо получалась тактика «бей 2-3 удара и отходи». В ринге она бы долго не сработала, но на татами можно бегать. Хотя все равно в середине раунда приходила усталость и можно было поработать, споймав их на серии. В общем, поработали неплохо. Конечно, я не профи, но свои задачи на этот спарринг я выполнил. Кстати, если вы не готовитесь к соревнованиям, я не рекомендую ходить по чужим залам спарринговать. Некоторые удивятся и скажут, что это ценный опыт. А я скажу, нахрен вам такой опыт нужен, если вы не собираетесь выступать в ринге до смерти. Нарабатывать связки и парную работу нужно с адекватными ребятами из своего зала, которых ты знаешь и понимаешь, что от них ожидать. А такой обмен опытом может печально закончиться, особенно для ребят ниже КМС. Когда тебе в соперники попадется мастер спорта и просто начнет убивать. А таких случаев я знаю немало. Надеюсь, для себя вы что-то отметите в этих спаррингах. Что проходит и какая манера боя может быть у разных бойцов. Подписывайся на канал, ставь лайк, жми колокольчик, делись этим видео с друзьями. А если ты хочешь освоить ударную технику или самооборону на улице, или просто привести себя в форму, даже в домашних условиях, забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировках! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok